ну что привет интернет у нас сегодня в нашей импровизированной студии мы потому что динару вообще чудом она вся на конгрессах шахматный турнир я не знаю мне почему-то помните у ильфа и петрова не у васюки все слетаются на 1 расскажите вообще как вы что в алмате делаете то есть вы какими судьбами я насколько знаю вы обычно в астане живете да я сама коренная цельноградка астанчанка родилась я в астане проживаю сейчас тоже в астане живаю до проживаю очень часто езжу на турнир поэтому не так много времени к сожалению удается побывать в астане но тем не менее астана для меня это мой родной мой любимый город очень понравилось что сделали с целеноградом это такой хитрый вопрос я особо не помню наверное вот целеноград потому что я родила 96 году и астана уже начал развиваться 2000 поэтому меня воспоминания остались только астане строящийся астане новые астане развивающийся астана для меня это город который я очень сильно люблю по которым я скучаю потому что знаете вот это то чувство когда ты ходишь по улицам родного города ты дышишь воздухом астаны ты просто понимаешь что да ты дома тебя здесь все ждут все любят все скучают посмотрите какой светлый человек я просто сейчас вот сижу и на меня светит спрятались а знаете вот мне кажется что когда вы стали вот такой известной когда вы стали такой популярный у вас украли детство как вы можете вот вы вообще вот парень есть у вас просто к сожалению пока говорю своим родным что я вышла замуж за шахматы это конечно шутка но она не так далеко от реальности но я думаю я начала заниматься шахматами только в начале в качестве хобби это было пятилетний мой возраст меня моя мама привела вместе с братом и сестрой шахмат в игре с месте да я гроссмейстер я мужской международный мастер а как вы мир видите вот мне кажется что люди которые играют в шахматы это же целая вселенная на самом деле там там же миллион комбинаций прочее прочее и вы человек ну то есть а вы в жизни вот так же планируете вот как этюд какой-то то есть вот у вас все как расписано да или нет или вы есть какая-то вот такая элемент вуаля какой-то шахматы в принципе бывает разными кто-то играет авантюр на кто-то играет авантюр на кто-то играет наоборот думает планами какие-то строят маневры и так далее но шахматы мне помогает жизни потому что я наверное просчитываю на несколько хотов вперед не только на шахматной доске да но и в жизни и знаете это мне помогает что случится после этого интервью после этого интервью я поеду домой поеду в наш санаторий продолжить занятия понятно вы знаете я вот какую музыку вы любите давайте это наверное один из дурацких журналистских вопросов но я я просто хочу понять понять и что вы постоянно думаете вот о шахматах но я сейчас попробую с человеком поговорить мне на самом деле вопрос очень интересный он близки мне потому что я очень люблю музыку я меломан я могу слушать очень много различных жанров но наверное мои одни из самых моих любимых это саундтреки ост и я думаю все таки инди группы одна из моих любимых групп это и мейджин драйонс one republic я допустим так удобно задавать всегда этот вопрос я ничего в музыке не понимают я знаете я люблю чтоб там слова то есть интересно да вот мне почему допустим а англоязычная музыка а сложна для меня потому что один суп хорошо язык знаю кстати у вас английским все нормально я не жалуюсь разговариваю свободно потому что когда ты ездишь часто на турниры и ты общаешься своими друзьями со своими коллегами шахматистами то конечно язык очень важен и английский это фактически наш официальный язык слушайте но вот я знаю что шахматы это вот как и большой теннис он на сегодняшний день уже превратился в достаточно такой большой бизнес то есть вывод вы еще пока не дотронулись до этого но я знаю например что за участие в больших турнирах там платится очень высокие гонорары это по моему открытой информации никакой тайны нету да дело в том что для нашей элиты участие в крупных международных турнирах сильных опыт турнирах конечно же подразумевая да большие призы но я думаю немножко не то сравнение потому что в теннисе все-таки призовой фон намного больше шахматы пока еще не достигли такой планки но я думаю что благодаря вот этому интересу и развитию нашего спорта еще большее количество людей заинтересуется будет смотреть будет наблюдать и болеть за нас а вот зачем молодежи вот можете сформулировать вот допустим начал смотрят ваши ровесники может еще моложе на то есть вот взрослым людям зачем заниматься шахматами вот зачем играть в шахматах знаете вывод так вот уже с гроссмейстерского своего так сказать уже я думаю что необязательно заниматься шахматами только профессионально можно заниматься шахматами в качестве хобби в качестве не знаю допустим ты пришел вечером с работы сел за доску поиграл там шахман до поиграл шахматы допустим вот не сериал надо смотреть шахматы играть у нас есть кстати очень много интернет программ благодаря которым ты можешь играть допустим с человеком который находится на другом конце земного шара на другом континенте и это очень удобно шахматы в принципе очень полезны для человека они развивают концентрацию логику повышают дисциплину и наверное в какой-то мере они очень сильно влияет на характер человека ну и какой он в конце концов становится давайте опишем шахматист что они там на влияли ну ка расскажите вот какие-то особенности допустим благодаря шахматы меня очень дисциплинированный человек то есть я стараюсь чтобы я стараюсь вечером писать план на завтрашний день украли детство у человека нет вот полных 20 нет у меня было детство отличное детство и нужно сказать я какие все дети бегала во дворе там у нас были свои уличные банды я тоже в них участвовала уже играю в шахматы вместо кукол у меня только были лего игрушки вот то что я любила игрушки и книги барби нет окей и мы вот говорили чем вы вот видите человека ну допустим вот мы сейчас поставим 20 человек и вот из них будет там один такой вот включены шахматист вы его определите вообще то есть видите вы вот как у кого горят также глаза как у меня то есть вот я например там нас на сороковом году жизни могу очень много по людям уже видеть то есть у вас есть такое знаете я еще так не пробовала делать но я надеюсь что у меня есть такое скрытое качество я думаю к вашим годам я буду тоже такое ну на самом деле я очень рада с вами познакомиться почему вы знаете я смотрел выпуски ваших программ мне показались таким очень интересным нестандартным человеком с таким творческим мышлением поэтому спасибо от гроссмейстера вот видели а смотрите на ну получается вы уже всего добились в шахматах или это еще мы мы вас вот на каком этапе вы сейчас находитесь вот шахматной вот этой гонке да вы знаете я стараюсь ставить себе определенные цели выполняя их я ставлю себе другие еще более завышенные и сейчас я думаю что я нахожусь в очень важной для меня стадии в прошлом году я выиграла чемпионат мира до 20 лет мира мира который проходил в инди это был очень важный чемпионат очень сильный это можно сказать этап самый последний этап перед взрослым чемпионатом мира среди женщин в котором я тоже приняла участие но уже в этом году который он прошел феврале я впервые сыграла в таком сильном чемпионате мира среди женщин по нокаут системе он проходил и я вышла во второй круг это тоже для меня очень большое достижение не только для меня но и в принципе для казахстанских шахмат потому что ранее среди девушек среди женщин такого успеха еще не достигали и во вьетнаме в марте этого года благодаря успешному выступлению на очень сильном турнире где я играла с мужчинами просто сейчас вот я разговариваю с инопланетянином то есть у нее есть все признаки земля симпатичная девушка понимаешь что прям светится еще раз говорю но это человек с другой планеты то есть я просто сейчас вот я вроде был вы все время думаете вы план голубушка вечером пиши да 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 понимаете вообще очень странный как минимум смысле не обычный нет я не говорю что это плохо я просто ну вот пытаюсь сейчас ну вот вас услышать и то что я слышу я пытаюсь переварить ну да да то есть и это не просто но я все-таки до расскажу давайте давайте очень сильно престижный турнир назывался и благодаря успешному выступлению там я заняла первое место среди женщин обошла экс-чемпионку мира болгарку антона стафанова я прибавила в рейтинге я вошла в топ-30 сильнейших женщин мира шахматиста я не знаю как это комментировать я не знаю мне но это очень круто это даже не как это даже очень сложно вот сразу мне допустим осмыслить то есть а вы вот как себя чувствуете вы же такими темпами и скоро и совсем-то всех повыигрывать да я надеюсь что я продолжу хорошо играть следующая моя цель задача это выполнение до выполнение звания мужского гроссмейстера мужиков собственно тоже да и стать чемпионка мира среди женщин я очень сильно этого хочу и надеюсь что ближайшее время хорошо усилить и хочу почему женские шахматы почему мужские но я понимаю допустим ядро метать она тяжелая вот там хоккей там женский мужской ну там брутальные мужики там 120 килограммовый надо полагать послось женщина почему шахматы мужские женщины и женские то есть знаете что там мужчины так мужчины просто очень больше нет мужчин просто намного больше играющих шахматы чем женщин и на сих пор как числом зараза числом берут числом количеством вот даже бывает вот сейчас я сделал небольшую ремарку я читаю очень много читаете по вам вижу что вы много читаете вот сейчас я читаю конфуция а еще купила по совету подруги 7 лет в тибете знаете я не скажу что это так быстро читается конфуции не очень очень интересно но это все надо так философски осмысливать надо так и так ко всему подходить вот как философски чтобы понимать его все советы все его назидания поэтому я его не могу так быстро прочитать как я я обычно очень быстро но я прям вникаю я религию у нас я понял про конце религии наверное я думаю большинство людей во что-то верит во что-то светлое хорошее и я тоже не по вам то видно что как минимум во что-то свет я таких людей которые но него что не верит и ну по-другому вижу чувствую у меня там тоже своя там радар какой-то мужа их чувствовать а художественные книги какие конфуция это все-таки действительно такой удар очень хард-рок я с детства вообще люблю читать и одной из моих настольных книг детстве были мифы греции очень сильно любила тоже кстати да там я могла их цитировать вот можно из гомера вам нужно одессея я могу я могу вам оперировать фактами о том как они занесли этот троянский конь как они я его тоже смотрела да но честно говоря это не немножко там а вот кучи какие-то литературные произведения согласен гомер это классика но это такая опять же тяжеловесная классика а-ля конфуции а вот чуть поближе сюда русскую классику читаю и мировую классику драйзер лондон и даже сейчас подождите я вам будут вы математик что у вас с математикой знаете это очень наверное его так часто задают этот вопрос шахматистам у меня нет вот нам часто задают именно шахматистам да но математика была одним из моих любимых предметов в школе для меня математика я знаете как делю я вам объясню я не знаю зачем те журналисты это спрашивают я объясню зачем я это спрашиваю для меня все люди делятся на три большие категории это люди цифр люди которые слово да и люди звуков то есть вот музыканты люди цифр это вот математики да там шахматистами я так себе классифицирую люди слова это вот всевозможные гуманитарии там ну вот как-то так писатели там журналисты то есть нам важно слово вы спрашиваете какая музыка нравится мне нравится музыка где я понимаю текст потому что слова сложенные вот причудливую комбинацию они вызывают вот чудо также как и модный надо знаете я не буду себя причислять как к одной из этих категорий я думаю что вам не есть качество из этих трех потому что я очень люблю читать я очень люблю слушать музыку и я сама играю на фортепиано и конечно же в шахматах нужен важен счет важен этот расчет когда ты считаешь варианты на несколько ходов вперед и поэтому я думаю что я человек объединяющий себе третий категорий это ничего не нужно поэтому из книг знаете я еще люблю вот могу перечитывать книгу жоржа консуэла такое очень сильное про не читал вот я каюсь я я профан ну я я могу это честно сказать у меня многие книги мне не заходят понимаете вот допустим там сигарет там нужно читать там сто лет одиночества маркоса читали такой кошмар вот нет ну я честно 100 страниц пытался штурмовать но у меня видите мозги еще видимо не подготовились может быть вы еще не не нашли свой любимый жанр бывает же что какие-то жанры тебе не заходят а вот допустим фантастика или я книги по словам услышали книги вот она тебе или идет или какая ваша вау вау как-то вам не так часто задают этот вопрос нет хороший вопрос как бы я такими вот стадиями тоже каждому я так сказал каждого возраста так точно время разбрасывать камни время собирать камни вот это что-то цитата мне интересно это экклезиаст видите экклезиаст отлично с конфуцием они вообще дядьки прямо рядом то есть я вам рекомендую но у меня на очереди суньцы правила ведения войны а потом я хочу прочитать макиавелли на это пока вкладах ну он был кстати советником акима я недавно такую ситуацию но итальянского советником макима то есть он написал книгу государь да блестящее произведение уже тоже наверное читал но я потому что юрист по образованию еще там в какой-то в той жизни и просто всем юристам нужно читать помощника итальянского акима обязательно ну вот слушайте еще хотел вопрос задать который вот мне очень интересен а как вы видите вот сегодняшнюю молодежь то есть я понимаю что у вас наверно особо времени нету с ними общаться со своими сверстниками там ровесниками но вот вы ну я вот просто себе вот понимаю да вот она вечером написала план на следующий день перед этим почитав конфет понимаете вот и потом к ней подходит такая вот девушка губки у . это вот это вот так делает и то есть я вот пытаюсь понять о чем вы с ней будете разговаривать то есть она ищет этого как его господи прости ну тоже советник акима вот то есть и вну сейчас это трагедия но так многие сейчас думал знать я наверное я часто встречаются сейчас молодежи я люблю меня меня приглашает и не очень приятно я вам открою страшную тайну вы тоже молодежь нет я понимаю что я при этом но я вижу наверное с очень прогрессивными молодыми людьми вот людьми которые болеют за свое дело поэтому я даже на улицу мне очень приятно знаете я была на одном из форумов и там встретила такую талантливую молодежь у нас казахстане на форуме да не было очень приятно я вам открою страшную тайну еще одну судя по всему у нас процентов 90 молодежи на форуме не бывает но я была в школах я была в университетах и я вижу этот интерес вижу этот блеск глазах и я думаю что наша молодежь в скором времени покажет что она молодежь что она развивается что она двигается и что самое главное она любит жизнь она стремится к своим идеалам и стремится стать успешными личностями пластмассовые спич вы сейчас сказали думаете как я вот верю в это я тоже в это верю но вот знаете почему вот я считаю что там все немножко сложнее вот как мне кажется то есть это все здорово кто же но молодежь она всю жизнь куда-то стремится молодежь всегда готова к подвигам да ну ладно давайте но это со стороны своих лет я я как бы вы думаете я в это не верю у меня видите ну и я в это верю просто я почему с неким скепсисом что ли какие-то эти вещи воспринимаю потому что сейчас у молодежи очень много соблазнов согласно понимаете сейчас у молодежи очень много таких век которые их могут сбить с истинного пути понимаете хорошо вам то есть вы четко уже да то есть я нашла свою нишу молодец молодежь у нее один из главных принципов что она-то еще пока не знает вот куда ей я себя вспоминаю я не знал куда мне правильно идти у меня было знаете вот такое какое-то ну я примерно понимал азимут вот этот вектор то есть а вы же нашли себя да господь с вами голубушка как вам я в поиске я работаю над этим свои 40 лет где же я себя найду это жизнь мне кажется нам для того и дана чтобы искать себя конечно это помните классика советская 40 лет голубушка жизнь только начинается нет молодежь до соблазнов много те же соцсети и так далее но что у нас знаете вот как-то все вот в лозунг какой-то превращается а то есть огромное где-то 2 миллиона у нас сейчас вот молодых людей и это по всему касту и было бы интересно вот мне очень интересно узнать о чем эти люди думают куда эти люди на самом деле собираются вот чего они хотят прошу вот я разговариваю стремя я вам пример приведу я делаю интервью с его с его нам к и нам да то есть человек очень серьезный там эксперт аналитик возглавлял вот институт стратегических исследований сейчас возглавил холдинг телевизионный да ну в общем человек думающий однозначно там просто на таких постах не бывает так вот он интересные какие-то вещи сказал он где я встречаюсь с молодежью они где-то я хочу стать депутатом просто депутатов и всего 300 человек все не смогут стать депутатом а что потом делать на то и ходить понимаете то есть агашкой становиться ну я не знаю какая какой там следующий месседж зачем молодой человек хочет стать депутатом вот я как-то встречается с людьми которые любят шахматы поэтому для них я вижу хорошие но вы наверное я тоже все взяли просто понимаете есть такие вещи что мы можем их не замечать но это не значит что их не существует и мне как журналисту я хочу какие-то вещи вот проговаривать понимаете ничего страшного ничего в этом страшного вот эти как бы ну да ладно давайте про вас на получается нет это хорошо когда тебе на интервью с человеком удается поговорить о чем-то таком о чем ты сам задумаешься я вот думаю что вы потом из кадра вывалитесь и вы о чем-нибудь задумаетесь вот хорошо давайте я вам еще что у вас со спортом то есть какую роль он играет сейчас вот опять же есть такая большая тенденция что зож то есть это вот классно я очень рад что молодежь у нас все здоровый образ жизни вот как вы к этому относитесь шахматах спорт очень важен именно физическая подготовка поэтому наверное шахматисты профессионалы очень много времени уделяют а этой составляющей и я сама очень привязана спорту можно сказать чуть-чуть делать я плаваю я люблю плавать я люблю играть настольный теннис я катаюсь на велосипеде я совершаю пешие прогулки я не знаю это верно все таки 1 это зожск я могу одна могу с друзьями могу с родными то есть с собой да да как лучше с людьми или одной наверно зависит от компании четко понимают да какие ответы нужно ответы нет просто действительно зависит от компании порой такой и наверное от настроения зависит потому что порой ты хочешь побыть один а порой тебе хочется со всеми повеселиться поделиться своими новостями и так далее так что я очень люблю спорт и вообще хочу научиться стрелять из лука вот так вот ну чё мешает единственно в астане надо аккуратно стрелять из лука потому что там стрелу может сдуть пока она летит и собственно заколоть у нас классный ветер он все продувает просто такой воздух не я мне тоже нравится астана кстати часто бывает нет соу-соу там на несколько раз просто там я вот чувствую что он еще молодой город я думаю это не нужно доказывать все-таки есть два города есть вот салиноград в котором вы родились а есть астана то есть они вроде как сейчас в одну конгломерацию входят но увидите разницу на между ну конечно и это нормально то есть это был там небольшой город там со своими вот всеми признаками сейчас это столица там в которой проходят там уже выставки там я не знаю поет луча на повороте то есть такого пласида доминго пласида доминго опера нравится да я я смотрю как бы и балет и оперу хожу в театры в оперные на оперные мероприятия но опера мне нравится больше вот так вот да опера мне нравится больше плюс я тут недавно натравятик был я вот еле еле акт досидел первый а потом сразу назад я вот не ну мне часто для что-то быдловато немножко то есть меня нет вы читаете такие классные книги как то кто так сказал но вот нельзя понимаете то есть ты не можешь не дочитать борхаса по канонам ты не можешь тебе не может не нравится опера ну вот я и не слышу я не могу может быть вам больше допустим нравится мюзикл или а барабан понимаете вот из скрипки да вы умеете играть да на баяне умею дунайский волны серьезно серьезно могу может придом на бумер от эту баян могу в парке уже выступать чуть-чуть вот хорошо с книгами разобрались давайте про деньги его задам вопрос потому что вот у сегодняшней молодежи я считаю нужно выяснять вот этот вопрос вот как вы вообще можете то есть вот вам вам много надо денег или 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 как как вы вообще это слышите то есть вот вот деньги такой файл деньги достали и вот вашу реакцию чуть-чуть такое деньги в любом случае помогают шахматистам развиваться это немаловажно и знаете учае когда ты хочешь на селе тяжело встать подняться уже куда-то высоко или как самое главное думаю для шахматиста это его желание вообще заниматься шахматами любить очень важна поддержка со стороны родителей для любого шахматиста у меня дай бог вашему хорошо спасибо у меня потрясающая семья которая меня поддерживает и я думаю именно поддержка семьи желание человека работать но и конечно же какой-то процент таланта он приведет к успеху а деньги приведут мы возможно еще выше на более высокий уровень потому что смотрите вот для занятий с очень известными тренерами нужно платить немаленькую сумму там прейскурант большой какие-то цифры чтобы зацепиться в этом ничего такого крамольного нет вот я не знаю чтобы кто у нас там совсем там с карповым можно в смысле карпов не что не дает он любит приезжать на мероприятие открывать их он с удовольствием играет каких-то турнирах по приглашению допустим сейчас если я не ошибаюсь он находится в сочи на российской линии и там играет на первой доске за одну из команд то есть взять того же каспара он дает единичные уроки ну он допустим а я не знаю я к нему я к нему подходила но не спрашиваю цифру добьюсь на лучше сразу самой сознаться просто мне интересно это зависит от уровня шахматиста я думаю что для каждого свой какой-то прейскурант ну примерно наверное в день за определенное количество часов ну порядка может трехсот долларов четырехсот это такое уже высокого это не самый высокий уровень но он близкий это не каспаров конечно каспаров там нолик добавить то надо будет понятно но знаете не не все профессионально играющие шахматисты на высоком уровне они не все занимают дают тренерские уроки потому что как бы они сами еще играть человек кому-то в теннисе тут тоже не все тренируют если человек может пока играть пускай а слушайте а вот есть в теннисе какая-то ну возрастная планка после которой ты вот тот как допустим в балете нам после там 25 лет все уже кончился балет то есть вот ты можешь там идти на профессорской преподавательскую там выйти замуж там я не знаю что там как правильно да то есть в шахматах есть такое нет шахматах такого нет и я думаю плюс да очень большая но конечно с возрастом все равно появляется некая усталость какая-то потеря концентрации тем не менее у нас шахматах есть очень вдохновляющие примеры это виктор корчевой это борис гельфанд это виши она потому что им за 40 им за 40 и шахматах вы выглядите намного моложе не переживайте шахматах знаете все таки и при этом они очень хорошо играть очень хорошо на очень высоком уровне виши она все выигрывает турниры там проводит такие потрясающие комбинации владимир крамник и поэтому какого-то определенного возрастного ограничения плюс у нас есть чемпионат у нас проводятся чемпионаты мира среди сеньоров и сеньорит это знаете какой стимул сбалив смысле это в различных курортных местах проводится для людей которые любят шахматы и возрастная планка выше 50 и выше 65 65 а вот вы говорили у вас прозвучало если у человека есть талант и вот представим на 6 там смотрит там нет я говорил какой-то процент талант не ну пускай так то есть и как как им это понять что у них есть да что то такое потому что ну вот может быть у меня есть талант шахматах я в них играл там и не знаю целых там 15 раз в жизни да то есть ну вот как как мне узнать не но вдруг я у меня талант я вот сейчас сижу думаю нифига себе нужно работать и результат придет если нужно работать и результат придет это вот уже из отрасли штанги да ее надо много раз поднимать то же самое чем больше ты играешь нет что такое талант это от бога подождите этот талант это не наработанное это не то есть талант это вот в тебя господь там плеснул чуть больше чем других и вот на я абсолютно уверен что такие есть латентные одуренные шахты шахматисты и вот как им понять вообще то есть что они вот ну допустим они взяли шахматы его тут что-то случилось у них там были или как или вообще ли они вдруг этюды начали повторять которые они в жизни не читали то есть как это происходит я думаю хорошего шахматиста видно потому как он правильно использует и расставляет свои фигуры то есть он видит допустим вот для коня вот это поле лучше давай-ка я его сюда то есть его фигуры они гармонично играют они знают поля на которую нужно идти и вы сказали что талант это от бога да но без работы без труда этот талант нет я согласен я согласен вряд ли разовьется я считаю допустим что у многих наших детей которые сейчас занимаются шахматами у них у многих есть талант самое главное его развивать не останавливаться вот верить себя а вот вы подождите вот вы говорите что у нас много детей занимается шахматами а где они это делают потому что вот я ну нахожусь в информационном пространстве да вот я про вас слышу часто я вот слышал 11 лет девочка тоже у нас выиграла там какой-то приз есть фамилию не вспомню да то есть ну наша да тоже вот а но я не слышу где я должен вот дочку отвезти на шахматы я куда это должен сделать а вы интересовали за очень нет мне всегда ты погугли слушай то есть мне понимаете я к чему я говорю что вот раньше в советское время в на каждом углу был там клуб любителей шахмат то есть раньше это была другая популяризация раньше на каждом там в каждом парке сидели дедушки там мужчины играли в шахматы да то есть раньше то есть вот я точно помню советского времени всех наших шахматистов и день и ночь показывали по телевизору то есть это были прям герои они как шахматисты были как космонавты а сейчас когда матчи проходили там было жуку в полный зал вот куда мне с дочкой пойти что делать-то приезжайте в основную приходите ко мне именно вот примерно на этом уровне у нас находится шахматного спорта на самом деле знаете вот я очень рада что вот наши результаты и мои в том числе они дали какой-то толчок для развития и сейчас открывается вот по всему казахстану я должна сказать ну конечно больше в астане и в алмате очень много школ шахматных и я думаю вы их наверное встречали в той же астане вот лично я вот я меня часто просили и родителей и дети они обращались ко мне к моей маме советами с вопросами вот когда же вы откроете свою академию когда же мы сможем заниматься хочу от вас они откроете и выигрывали сколько уже там турниров точно хватит и после того как я завоевала титул чемпионки мира до двадцати лет вот после этого успеха в индии своего я совместно с моей командой приняли решение открыть и в конце сентября наша академия до прошлого года наша уже начала работать уже начала работать то есть у нас но это в астане да это в астане может пролетать будете нет смотрите я вот у каждого вот интервью вот я считаю у него должна быть какая-то ценность то есть понятно что может быть люди увидят после этого интервью вас там чуть-чуть под другим углом потому что мне ну вот я сейчас по ходу интервью я вижу что вы там не знаю 50 процентов вывод были вот такая какая вы есть то есть до вас сносит но ничего это нормально нужно популяризировать это мне кажется это же крутой очень вид на спорта и чем больше вот вы молодец я вас вот хочу похвалить за то что вы не ленитесь ездить вот на всякие там съезды там на форумы и там я не знаю чего на них же обычно ну вот не всегда бывает интересно это в каком-то смысле тоже труд вот давайте интервью то есть рассказывать на кстати часто вас коллеги наши те ребяти часто вы знаете я очень люблю встречаться вообще с со школьниками со студентами меня часто зовут и я надеюсь что своим примером я могу дать им какой-то стимул заниматься может быть шахматами может быть просто заниматься любимым делом и вот сейчас я нахожусь в алматы на сборах сегодня у нас прошел съезд нашей федерации шахматы я должна сказать вот что прошел он очень удачно очень интересно очень можно сказать полезно для наших шахматистов я стараюсь свою общественную деятельность вместе с можно да кстати я покажу это сегодня я была награждена вот серьезно коллеги не ну а уже на карасанской федерации шахмат он впервые сегодня я вас поздравляю спасибо вы молодец нет вот это нет я вас поздравляю искренне и вот те люди которые решили наградить вас я считаю они сделали совершенно правильно потому что таких людей у нас которые могут представлять казахстан на международном уровне это у нас штучный товар я считаю абсолютно их очень немного и мы каждого из них мы должны беречь очень сильно и ими гордиться то есть вы на вас вы нас и продолжайте радовать мы вот знаете так незаметно проговорили уже наверно там нет вы замечательный очень такой хороший светлый человечек я причем знаете я же вот понимаю что сейчас мы вот тут сидим на бассейне возле здания хабар я понимаю что тут фактически небожитель спустился вот в этот бассейн и это тоже правда потому что ну вы там на каком-то своем уровне и вам там не каждый там может быть понимаете и я вам искренне желаю идти по этому это непростой путь очень непростой путь каждый вечер писать план на следующий день это очень непросто читать конфуция в 20 лет понимаете это очень непросто поэтому я вам знаете искренне совершенно желаю вот вы оставайтесь я вот вывел недавно сентенцию что женщина самое главное и и то что вот например меня как мужчину привлекает и то что я вижу самое главное я считаю в женщинах вот все думают эта фигура у нас там все все сейчас тюнингуют и с этим там ланово все замечательно но самое главное это вот свет глазах ведь учуни в глазах то есть вот и она вот это вот какая-то аура которая она вокруг себя создает и я вам желаю счастья то есть спасибо потому что вы идете вот этой сложной дорогой там можно мимо него проскочить так бывает вот вы просто очень много отдали шахматом и они вам отдают обратно вот еще бы детей тоже но это в планах есть вы тоже вот не забывайте это тут едва и вот чтобы трое было вот я вам тоже большое спасибо за то что пригласили мне очень приятно было с вами пообщаться вот с таким интересным человеком поэтому я хочу вам пожелать еще больше интересных собеседников которые будут популяризировать еще больше вашу программу ваш канал и я хочу тоже пожелать вам в первую очередь мне кажется для человека с одной из самых главных это здоровье здоровье чтобы вашим вашей дочке тоже были счастливы все нет вашим дочкам счастья здоровья и вам чтобы у вас всегда все было хорошо спасибо вот свой дорогие друзья я прям вот сегодня я не знаю спасибо вам спасибо давайте сделаем наш фирменный фирменный фирменный